В начале вошли на семинары и сказали про тех людей, которые в ступоре. Вот я вижу, что я в этом ступоре нахожусь долгое время. Я говорю, о какой проверке должна идёт речь, о которой вы сказали, каждый день проверять. Радости у меня никакой нет, к сожалению. И не вижу, когда я к этой радости приду от работы. Прежде всего, ты проверяешь своё состояние и видишь, что у тебя нет того, что ты хочешь. И поэтому ты недоволен. Недоволен творцом, недоволен группой, недоволен мной, недоволен вообще куда-то попал. То есть твоё эгоистическое отношение, по сути дела, портит всё. И почему ты чувствуешь это так? Именно для того, чтобы ты перевернулся. Попытайся, мы говорили уже об этом, попытайся в каждое мгновение изменить, что ты думаешь не о себе, а о творце. Что ты готов сделать что-то для него, во благо его, порадовать его. Попытайся. В разных состояниях, в разных действиях, которые ты производишь, попытайся сделать это, что ты делаешь, это для того, чтобы доставить наслаждение ему. Начни такие упражнения. И ты увидишь, насколько это выводит тебя из этой ямы, в которой ты сейчас находишься. Ты увидишь, что этим ты начинаешь от этого получать какое-то свечение, радость, направление, настроение, состояние духа. Попробуй. Я говорил об этом уже несколько месяцев назад.